Шалом У меня однажды возник интерес, я не помню по какой причине, я захотела узнать о том, что такое вторая скрипка. И так называется мое сегодняшнее, теперешнее послание, роль второй скрипки. И у нас есть великий гугл, которому сегодня нынешнее поколение все обращается. Я, в общем-то, так и сделала, обратилась к гуглу, написала в поисковике роль второй скрипки. И я вот специально тут имею перед собой конспект, потому что так бы я вам не повторила, что он мне выдал в поиск. Что такое вторая скрипка? Зачитываю. Сенатор Барак Обама, который продолжает борьбу с Хиллари Клинтон, это была первая ссылка, за право выдвижения своей гандинатуры в качестве участника финала предвыборной президентской гонки в США не собирается становиться номером два быть и играть роль второй скрипки. Вторая ссылка. Авторитетный британский ресурс, буду пропускать название, утверждает, что Уэйн Руни чувствует себя несчастным в Манчестер Юнайтед и все-таки хочет покинуть команду, потому что Руни уверен, что сейчас переживает пик своей карьеры и не желает играть роль второй скрипки. Ну и так далее. В общем, еще я узнала, что вторая скрипка – это название старого американского кино, но о том, что это за название, откуда оно появилось, я через Google практически не узнала. То есть понятно, что это всегда употребляется в негативном смысле. И я нашла словари. Играть вторую скрипку – это быть неглавным, подчиненным в каком-либо деле. Играть вторую скрипку – это неодобрительное выражение. Оно означает, что кто-то занимает неглавное подчиненное положение. Еще это означает быть неважным, быть второсортным и находиться в чьей-то тени. Вот что обычно имеет в виду, когда говорят «вторая скрипка». И я зашла на форумы. То есть, ну, как бы это ж не ответ, правда? Потому что я слышала, что название второй скрипки – это «Фтора», у нее есть какая-то особенная роль. И я зашла на форумы. Думаю, спрошу у специалистов, там, скрипачей. Да, я зашла на форумы у музыкантов. И вот что я прочитала. На вопрос, о чем думает вторая скрипка, вот такие ответы. Первое. Как стать первой скрипкой? Второе. Как бы поскорее выбраться из этой оркестровой ямы? Третье. Чтобы у нее порвался побыстрее смычок. Ну вот. В любом случае, ничего доброго. Потом я уже из новостей узнала, что великие маэстро современные посещали те или иные гастроли и играли на «Фторе», на второй скрипке в каких-то замечательных группах. И об этом писали газеты. Это было как новость какая-то, знаете, целая серьезная сенсация. И, знаете, после того, как… А так случилось, что в нашей общине последние несколько лет проходили ряд мероприятий, где мы познакомились с большим кругом творческих людей. Это в основном художники, мастера, до речи вашей одесситы приезжали к нам на мероприятия, даже присылали свои картины. Мы на шедевральных вообще работах видели изображения старой Одессы. Вот. Имеем адреса этих мастеров. Знаем даже, где находятся их лавки, на Екатерининской, еще в других местах. И мы пересекались. И мы пересекались с ними. И Господь положил мне на сердце, ну, как бы поближе познакомиться с этими людьми. Поэтому я, мой муж и еще несколько людей из нашей команды Совета Старейшин мы посещаем, если есть такая возможность, галереи, выставки. Это совершенно новое поприще. И один из моих новых знакомых, он мне сказал, когда я решила поузнать побольше о том, вот там у них свои встречи, когда какая-то выставка картин происходит, собираются практически одни и те же люди. Ну, у нас город маленький, еще это общество, да, еще меньше в нем. И он мне сказал, что вы смотрите на их лица? Это же общество змеиное. Я думала, это шутка. И я потом подумала, это обиженный человек. Но я потом эту фразу слышала много раз. И когда уже я начала задавать вопрос, почему так говорят, в ответ я видела улыбки творческих людей, которые говорили о том, что им совершенно понятно это выражение. Потому что, как мне объяснили, в творческих кругах все непременно хотят первой скрипкой быть, быть первопризнанным, первым человеком, который аплодирует очень много конкуренции и зависти. И мне как-то так досадно было. Ну, в общем-то, я же не собираюсь говорить только об этом. Вот что интересно. Вы можете открыть со мной Евангелие от Матфея. 18 глава Евангелия от Матфея, она впервые рассказывает об Экклесии, об общине Божьей. Это первое такое в Евангелии учение о Церкви Божьей. На самом деле, послание великолепное. И знаете, что там написано? Вы знаете, что там написано? Я еще раз прочитаю. Это 19 стих 18 главы. Там написано «Истинно говорю вам, если двое или трое согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы они ни попросили, будет им во имя Отца Моего Небесного». И слово «согласятся» знаете какое в оригинале? Там стоит слово «симфония», «симфонео». Если двое или трое, они будут оркестром, могущим играть симфонию. И вот глядя на то, что в оркестрах говорят друг о друге и о второй скрипке, очень сложно соединить эти понятия вот к данному отрывку из Евангелия. Представляете, Бог хочет, чтобы община Божья была оркестром. И вот это слово «симфонео», сейчас прочитаю несколько его переводов. Написано, что такое симфонео – это соглашаться, договариваться, быть единодушным, быть в гармонии и подходить или соответствовать. И еще, это значит звучать согласованно и звучать так, чтобы из многих различающихся или различных звуков звучало одно стройное созвучие. Вот что такое вот это слово «симфонео». И когда Господь учит впервые об общине, Он говорит о том, что вы должны быть таким оркестром, в котором очень много инструментов, но которые звучат как один единый звук. И я понимаю, что музыканты могут выдать хороший звук, но здесь идет речь о сердце, которое соединено вместе, не просто имитация, понимаете, внешняя имитация этого звука красивого, которого просто можно научиться делать, можно научиться притворяться, можно научиться говорить духовные фразы, вести себя определенным образом. Если вы очень долго в структурах церковных, общинах, вы уже научились вести так, как должно, но Господь, конечно, который испытывает глубину сердца, Он хочет, чтобы симфония прежде всего была там. И когда мы читаем уже в переводе, мы слышим согласие. Согласие, оно не в действиях, оно глубоко в сердце. И еще, еще это слово употребляется там, где, например, договорились. Договорились, например, с работниками платить по динарию в день, а потом были проблемы, почему он работал немножко и получил динарий, а я работал весь день и тоже получил динарий, но у нас же было согласие. У нас было согласие, все нормально, не должно быть проблем, у нас было внутреннее согласие. И это единодушно провозглашать, вот когда здесь прославление, единодушное провозглашение идет. И вы знаете, что, как бы, не то чтобы странно, важно понимать, что эта симфония, она может быть не только в хорошем смысле. Не только в хорошем смысле, потому что у нас есть слово спеться, они спелись, да? Или я шучу так, им было против кого дружить. Да, люди очень могут классно дружить, когда им вместе есть против кого дружить. Особенно симфония получается, знаете? Вот, вы узнаете, да? И Деяние 5 глава 9 стих рассказывает о такой симфонии. Петр сказал ей, для чего вы согласились искусить Святого Духа? Бывает единство, и люди иногда думают, что если у них замечательная симфония, то это просто от Бога. Вы знаете, не всегда. Какая замечательная симфония была у Анании с Апфирой? Они договорились, у них была прямо песня стройная. Даже если их порознь спрашивали, они все равно говорили одно и то же, потому что заранее одни ноты пели. Совершенно верно. И, знаете, нам, в общем-то, моя цель такая сегодня, и узкая, и, может быть, расширенная. Вот это роль второй скрипки все-таки. Почему столько негативизма вызывает то, что таким образом не было задумано? Я вот когда читала о том, что говорят о второй скрипке, знаете, мне казалось, что вторая скрипка – это так выглядит. Эй, кто там хочет поунизиться? Эй, кто там хочет себя почувствовать второсортным? Приходи в оркестр, сыграй в топ на вторе. Ну, это же глупо само по себе. Это инструмент, без которого не звучит оркестр. Он необходим. Это инструмент, без которого первая скрипка звучит не так, неполноценно. Ну, в общем-то, как и любой другой. Их там, на самом деле, в оркестре, как выяснилось, много этих втор. Но почему-то так выглядит. И я думаю, вот, ну, вот, вот, вот что я хочу, чем я хочу поделиться. Вообще, на самом деле, это большое несчастье, когда человек всегда живет под чьей-то тенью или ощущает себя под чьей-то тенью, находится в чьей-то тени. И вот это несчастье, мне кажется, что вот дьявол, он был несчастен почему-то там на небе. Ему не хотелось быть в тени Божьей. Когда мы читаем 90-й псалом, там написано, что живущий под тенью всемогущего Бога, под его тенью, под его крылами, он покоится. Да, он в безопасности, он защищен. И Люцифер, наверное, находясь долго в комфортном состоянии, как-то он так подустал, и не хотелось ему быть вторым. Ему захотелось быть первым. Я не знаю, что было в его голове. Это сложно понять мне или, ну, каким-то образом, там, теологически сейчас разложить по полочкам. Но я думаю, с ним происходило что-то вот подобное. Он не хотел находиться в тени Божьей. Он вдруг себя начал, как я думаю, это я так думаю, он себя начал оценивать относительно Бога, как бы сравниваться с ним. И это корень, в общем-то, и соперничества, это корень зависти, это корень коварства по отношению к другим. Но, наверное, так произошло с ним. И то, о чем я сегодня хочу говорить, это Божье призвание и Божьи дары, которые очень, на самом деле, индивидуальны, цены. И нам, когда мы призваны в Боге, прежде всего важно понимать, какая у нас роль. И нам нужно быть в своей роли, не стараться сыграть чужую роль, потому что там, ну, фактически, если мы будем играть чужую роль, мы всегда ее сыграем плохо. Вы понимаете, люди говорят, вот я бы на твоем месте. Ой, да не надо на своем побудь. Да, мы вот, значит, мы на чужом месте всегда очень как-то лучше бы, конечно, справились, чем тот, как мы думаем, справляется плохо. В Коринфянам 12 главе, 1 Коринфянам 12 глава, 5-6 стих, нам написано, что служения, они различны. Они различны. Они не могут быть первого сорта или второго сорта. Вот мы почему-то все хотим в эту лестницу первого-второго сорта поставить и сравнить. Откуда у нас вообще эта ментальность сравнивать? Больший, лучший. Ведь если вы будете читать Библию, вы там ничего подобного не найдете. Там знаки качества на дары и призвания не расставляются. Но расставляется акцент о том, что они разные. Но нельзя сравнить кирпич и хлеб по качествам. Ну, нельзя сравнивать балет и мамалыгу. Но это несравнимые вещи. Но мы пытаемся сравнить и поставить. Конечно же, через, собственно, наш менталитет, что лучшее, а что хуже. И поставить себе оценочку, кому-то оценочку. Написано, служение различны. Господь один и тот же. Действия различны. Бог один и тот же, производящий все во все. Все во всех. И потом, Ефесянам, вы знаете, написано, он поставил апостолов, пророков. Кто знает, кто лучший, кто худший. Как, ну, фактически, это же мы, наверное, причем в разных культурах и в разных странах по-разному определяем, какой дар выше. Кто-то, кто сильно полюбляет прородство, кажется, что без них никуда, они номер один. Вот. Кто-то говорит, что без апостольства никак. Ну, у всех свои аргументы. Но в Библии нету этого. И многоразличная мудрость Божья, она, вот это слово многоразличие, это, ну, и знаю, как это вообще поставить по каким-то пунктам, запятым. Господь не говорит, кто первый, кто второй сорт. Я хочу, я сегодня поэзией буду заниматься, можно, я сегодня даже выписала. Нужно, спасибо. Квартет. Басня Крылова. Да. Проказница-мартышка, осел-козел да косолапый мишка затеяли сыграть квартет. Достали нот, баса, альта, две скрипки и сели на лужок подлипки пленять своим искусством свет. Ударили в смычки, дерут, а толку нет. Стой, братцы, кричит мартышка, погодите, как музыке идти? Ведь вы не так сидите. Ты, баса, Мишенька, садись напротив альта, а я, прима, мартышка, а я, прима, сяду напротив фторы. Там тоже вторая скрипка, как видите, есть. Тогда пойдет, уж музыка не та, у нас запляшут лес и горы, знаете, вот именно, если мы сделаем мессианское движение лучше, чем у соседа, у нас будет лес и горы, все плясать, расселись, мартышка, ну, прима, ну. Тогда пойдет, уж музыка не та, у нас запляшут лес и горы, расселись, начали квартет. Он все-таки на лад не идет. Постой же, я сыскал секрет, кричит осел, мы верно уж поладим, коль рядом сядем. Послушались осла, все сели рядом, я потеряла свою басню Крылова, подождите. Вот сейчас как-то куда-то она меня глюкнула. Я в следующий раз наизусть выучу, подождите. Вот так взяла и все, всю поэзию нарушила. Вот. Да, вот, нашла осла, осел говорит, чтоб сели рядом. Усели щинно в ряд, и все-таки квартет не идет на лад. Вот пусть и прежнего пошли у них разборы и споры, кому и как сидеть. Случилось соловью, нашел их прилететь. Тут с просьбой все к нему, чтобы их решать сомнения. Пожалуй, говорят, возьми на час терпения, чтобы квартет в порядок наш привезть. И ноты есть у нас, и инструменты есть. Скажи лишь только, как нам сесть, что музыкантам быть так надо в наумение. И уши ваши понежней им отвечает соловей. А вы, друзья, как ни садитесь, все музыканты не годитесь. Вот чего они вообще этим начали заниматься? Кто их просил? Вся проблема, вы же понимаете, только в том, что они занимались не тем, к чему были призваны. Вот и все. Вот и все. И умные, и красивые, и разорваться не знают в какую сторону. Но это не их было предназначение, призвание. И, конечно же, долгое время эти ребята считали, что у них все не получается друг из-за друга. Да? Почему мы не хотим играть в свои роли, как эти ребята? Я думаю, у меня две дочери, одной 21 год, второй 7. Та, которая старшая, у нее белый прямой-прямой волос, длинный прямой. Та, которая младшая, у нее кучерявый волос. И они несчастны. Потому что первая пошла, я себе сделала кучерявый волос, а младшая говорит, ну почему у меня такие волосы, не как у Насти? Вот это все время, знаете, что-то изменить, какое-то несогласие с тем, кто ты есть. Когда я ехала сюда, там статейка на Фейсбук появилась, вернее фотография, я так и не поняла, где эта мода мужская прошла, где-то прошла, да, вы видели, да, красавцы, мужчины, все в женских платьях, просто один другого, без бороды нет, все нормально с ними вне, но они все были в женских одеяниях. Я бы эту выставку назвала, знаете, ребята, не стесняйтесь быть женственными, вот, не стесняю, да че уж там, и там внизу пишут, как же их в армию брать, с ними даже, как написали, как же с ними воевать, даже как-то неудобно, знаете, вот это несогласие с Богом, о том, что им определено то, что определено, но, Господь, когда говорит нам о симфонии в общинах, вы знаете, что, да, Дух Святой сошел в день Пятидесятницы, когда они были как вместе, и мы все про это говорим единодушно, и я прекрасно, я думаю, что вы прекрасно понимаете, что это не происходит само собой, я думаю, что это труд, который, такое строительство взаимоотношений, когда люди трудятся на сближение, на взаимопонимание, единодушие – это соглашаться, это оставлять какие-то свои амбиции, это прощать, это много духовного труда для того, чтобы действительно быть единодушно вместе, иначе всем, всем единодушно вместе быть вообще не получится, потому что мы будем выбирать людей только тех, которые нам импонируют, если бы вы выбирали друзей, и хотели бы общину сделать из друзей, у вас бы не было общин, у нас бы не было общин, потому что мы не приходим из-за друг, из-за друга, что мы тут, ну, друзья, да, мы приходим, нас Господь поместил в общину, и вдруг мне в ней кто-то не нравится, и я не согласен, или я не согласна, мне в ней кто-то не нравится, а Господь меня привел в эту общину, и Он говорит, будьте единодушны вместе, играйте симфонию, и мы все должны понимать, что это согласие, так что же делать это второй скрипке, во-первых, я сегодня уже где-то это слышала, о комплексе неполноценности кто-то говорил, или что-то похожее было, когда мы себя сравниваем с другими, и ставим вот эти сорта, первый сорт, второй сорт, это наша проблема на самом деле, потому что мы оценивать себя должны только с позиции того, как Бог на нас смотрит. У меня с одним служителем повторяющиеся такие, ну, не то чтобы натянутые отношения, но все время, как бы мы преодолеваем все время одно и то же, и одному человеку все время кажется, что я недооцениваю его труд, но не замечаю, я не замечаю деятельность или как-то не особо знаю, не особо благодарен, не особо ценю, ну, вот так кажется. И у нас разный язык у всех, благодарности, любви, по-разному, наверное, мы ее и выражаем, и принимаем. И я не находила, для себя не находила все время слов, как объяснить, если, ну, если недостаточно всего того, что в наших отношениях нет, чтобы поверили, что я ценю, ну, я не могу каждый день говорить, что я тебя ценю, у меня не получается, вот, ну, не получается, ну, как бы вот так вот просто, чтобы просто взяли и поверили, и я, знаете, о чем я подумала? Вот как Бог, да, если Бог, вот не я, а Бог, если Бог Он взял и доверил нам, доверил нам вообще что-то в своем царстве, доверил, если вы лидер, и вы пасете стадо Божье, да, если Бог вам доверил, самое драгоценное на земле это души человеческие, дороже вообще не существует ни нефти, ни газа, ни бриллиантов, Бог позволил вам касаться души человеческой, как вы думаете, это доверие, это оценка вас, это очень высокое признание, и это надо понимать, и вот я подумала, наверное, это самое важное и единственное, что я могу сказать, что если ты в моей команде, я, значит, я доверяю тебе, значит, я ценю твой дар, и этого должно быть, понимаете, достаточно, потому что за доверие, доверие не покупают, нельзя у меня выкупить доверие или там признание, это невозможно, оно или есть, или нет, и вот это несчастье человеческое, когда им кажется, что они находятся в тени пастора, из-за тени пастора меня не видно, там, или из-за тени какого-то лидера, который не дает мне проявить свои таланты и дары, меня не видно, это ложь на самом деле, которая засеяна дьяволом в умы человеческие, и мы никогда не сможем играть симфонию, мы все время будем сидеть в оркестровой яме или где-то и думать, а чтоб у тебя тот смычок порвался, наконец-то я стану первым, когда у тебя все поломается, не смейся, я не знаю, про что ты подумаешь, однажды я слышала, как один пастор, или пророк, похоже, он рассказывал о том, как он приехал в одну церковь, его пригласили там учить, и когда он был на служении, он получил слово для второго лидера, пастора, и он говорит, я не знал, как ему сказать об этом, потому что я видел его с каким-то оружием за спиной старшего лидера, и это оружие было направлено в спину тому человеку, и он понимал, он говорит, я знал, что если я приду и скажу, я вижу тебя, там, ну, предположим, это было давно, я не помню деталей, там, с ножом, с которым, которым ты замахнулся в спину своему пастору, он скажет, нет, это неправда, это не от Бога, и этот пророк, он говорит, я понимал, что это будет бесполезное служение, и также, а, это было учение о том, как приносить слово в жизнь человека, и также он рассказывал о том, что Бог никогда не хочет кого-то добить, Бог хочет принести любовь, которая освобождает человека от той же зависти, что, что поднимает нашу руку замахиваться на кого-то, вот что с Каином произошло, по сути, что его Авель обидел сильно, он просто инициатором жертвы Каин был, он парень, он был молодец, он не сидел дома, он не был плохим человеком, инициативу принести жертву изъявил как раз Каин, но Авель, а Авель такой, вот знаете, и не старался, инициативу не проявлял раса, у него Бог принял жертву, и Авель, он себя оценивал, и оценивал отношение Бога к себе через брата, зависть и ревность, зависть и ревность, и он замахнулся на него и убил его. Так вот, об этом пророке, возвращаясь к истории, этот пророк, он получил мудрость от Бога так же, как принести слово, и он пришел к этому человеку, и Бог сказал ему, вот что сделать, он взял пастора, и этого его помощника, или лидера помощника, я не помню, о каких позициях именно шла речь, но знаю, что речь была о старшем и младшем, и поставил их спиной друг к другу, поставил их спиной друг к другу, и потом принес что-то, какую-то палку, ну что-то в руки, и дал ему в руки, и сказал, так говорит Господь, я поставил тебя здесь, чтобы ты был защитой с этой стороны ему, я ценю твое место, я ценю твою позицию, я ценю тебя, потому что кроме тебя, с этим заданием никто не справится, он упал на колени, и он плакал, и он каялся за то предательство, которое было внутри него все время, Бог не хочет нас пристыдить или унизить, если в нас такие чувства возникают, потому что они приходят от дьявола, и дьявол он ищет, он все время ищет, за кого зацепиться, что я не знаю, может у вас есть совершенно святые люди, молодцы, вы молодцы, я знаю, что мысли, это Лютер, кажется, сказал, что они как птицы всегда летают над головой, но дать ли им свить гнездо в твоей душе, в твоем разуме, это твоя задача, дьявол атакует нашу чистоту, наши мысли, наши желания, и мы хотим это спрятать от всех, и чем больше мы это вот прячем, знаете, в кусты там, от Бога прячемся, чтобы он нас не увидел, а он все равно видит, он знает помышление сердца, он знает состояние души, это совершенно бессмысленно, и прятаться от него, и надо просто прийти к нему и сказать, Боже, я так замучился завидовать, ну что мне, я завидую этому человеку, или я считаю несправедливым, что он там в моих глазах больше, чем я, или принесите это Богу, написано, раскрывайте все желания перед Богом, я раньше думала, что раскрывать все желания перед Богом, чтобы радость ваша была совершена, это такая цитата, что я приду к нему, расскажу, я хочу такую квартиру, такую машину, ну, желание, вот я только так читала это место, и моя радость будет совершенно, потому что, что, он же мне все даст, вот, но у нас же желания разные, и чтобы смычок порвался у кого-то, просто это настолько стыдно, что вслух не скажешь, это иногда настолько стыдно, что самому себе тяжело признаться об этих вещах, вы знаете, люди признаются, я сейчас еще кое-что прочитаю вам, еще прочитаю вам, Синека, будем наслаждаться своим уделом, я уже заканчиваю, будем наслаждаться своим уделом, не прибегая к сравнениям, никогда не будет счастлив тот, кто мучит, кого мучит вид большего счастья, когда тебе придет в голову, сколько идет людей впереди тебя, то подумай, сколько людей идет сзади тебя, зависть людей показывает, насколько несчастными они себя чувствуют, мольер, завистники умрут, но зависть никогда, завистливый человек причиняет огорчение самому себе, словно своему врагу, Арнольд Шварценеггер, ну этого знают точно все, он сказал, зарубите себе на носу, все жалеют слабых, но зависть нужно заработать, ну это так, к размышлениям, что люди могут сочувствовать слабым, жалеть их, помогать, ну это как бы больше даже, люди склонны к этому больше, это легче, ну поговорка, что друг и в беде, и в радости познается, это вот как раз к этому, зависть пожирает завистника, так же, как огонь пожирает сухие ветки, и вот сейчас, где же это, где же это, ну в общем, я что-то где-то пропустила, вот, 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 что я хотела сказать, все то не очень важно, вот, люди часто похваляются самыми преступными страстями, но в зависти, страсти робкой и стыдливой никто не признается, это даже то, в чем мы не признаемся к себе, ну ладно с ней к завистью, Еремия говорит, вот, что она с вами, слава Бога, Господь говорит, только я имею намерение о вас, говорит Господь, и намерение о тебе, а не что, во благо, а не на зло, чтобы дать вам что, будучности, аминь, не для того, чтобы мы просто были несчастны, не для того, чтобы мы пытались залезть в какое-то чужое, не свое место, пророчествовать, когда мы не пророки, апостольствовать, когда мы не апостолы, как важно играть свою роль, если вы вторая скрипка, станьте самой лучшей второй скрипкой в мире, это лучшее для вашей судьбы, для вашего времени, что вы можете сделать лучше всех, и пример последний, который я хочу привести, это оруженосец Янафана, я, конечно, понимаю, что людей нельзя сравнивать с собаками, но я просто, вот, собаки и лошадей очень сильно люблю, вот, и я как-то просто их почему-то особенно понимаю, у меня была, у меня было две большие собаки, ну, Ротвеллер, он был такой, такой, мягко сказано, не очень умный, добрый такой, но не умный, а овчарка, она была, мне спрашивали, почему ты не боишься гулять, мы после 11 вечера ходили с собаками в парке, там вот своя компания этих собачников, и говорит, как ты не боишься туда ходить, а у меня не было даже никогда вопроса о том, нужно ли мне бояться, потому что моя собака, я ее никогда этому не учила, я не понимаю, как это, я могла вот так глазами сделать, и все, так, и все, и она все, она вот ходила со мной, и если она видела, что приближается человек ей незнакомый, или чувствовала какую-то угрозу, она сразу смотрела мне в глаза, я никогда не боялась с ней ходить, и нельзя людей сравнивать с собаками, я не хочу унизить личность человека, просто читая об Иоаннафане, и его оруженосце, вот прочитайте эту историю, смотрите, что там написано, отвечал оруженосец, сделай все, что на сердце у тебя, иди, вот я с тобой, я пойду, куда тебе угодно, и вот когда они, 14 глава 1 царств, когда они начали сходить, а там ребята, скажем, с которыми они собирались драться, там их много, а этих двое, в общем, куда лезть, собственно говоря, и начал восходить Янафан, цепляясь руками и ногами, а оруженосец его за ним, и падали филистимляне перед Янафаном, а оруженосец добивал их, когда шел за ним, я вот думаю, они же там не договаривались, им что, было когда договариваться? Это такая обстановка была, где нужно было быстро реагировать, у них была симфония сыграна до того, как они туда пошли, понимаете, о чем я говорю? Потому что оруженосец Янафана, это был человек, которому нравилось быть оруженосцем Янафана, это был человек, который должен был быть оруженосцем Янафана, и он сделал вместе с этим парнем победу, и Янафан без него бы не выиграл, не остался бы жив, не было бы того, о чем мы сегодня читаем Библию. Эти двое ребят сделали то, что сегодня приводится в этой истории в пример, но я думаю, что если бы в сердце этого парня была вот эта опечаленность по поводу того, что он всего лишь оруженосец, что я должен ему носить вот это вот оружие, вы знаете, в самый критический момент это бы выстрелило, и я думаю, убило бы обоих. Вот эта симфония, она должна быть не просто, что я хочу сказать, эта симфония, она должна с нами играться не просто, когда мы собираемся на служение, где действуют дары, где действует Святой Дух, и мы сегодня в празднике, прославление, чудесная атмосфера, это праздник, я думаю, что в такое время Дух Святой лечит души, но когда мы выйдем за эти двери, служение закончится, и мы все разойдемся, и наступят будни, банальные, может быть, для кого-то рутина начнется, и вы знаете, там нужно строить отношения, там нужно проверять свое сердце, когда мы остаемся, может быть, я бы сказала, один на один с Богом, потому что придет день, когда мы будем испытываемы, придет день, когда будут такие ситуации, как Ионафана, его оруженосца, и тогда уже не будет времени выяснять вам отношения, кто-то ходит с обидами по 20 лет, помнит какую-то историю, да сядь ты поговори один раз, ну не умеешь говорить, ну такое бывает, что люди так извиняются, что после этого еще хуже становится, так бывает, нету этой культуры, что ли, решения конфликтов, ну слушайте, и это решаемые вещи, ну пойди к кому-то мудрому, Рэйба, пойди, вот у вас есть Рэйба, да пойди к нему, скажи, слушай, я не могу примириться, как пытаюсь, еще хуже становится, вам помогут, было бы желание, правда же, было бы желание, и в той же 18 главе, где идет учение об общине, там написано, ребята, там есть важное, не знаю, считайте это заповедью, правилом, приходите, если что имеете, выясняйте, а, я ходила, у меня не получилось, иди еще раз, возьми мудрого, попросите кого-то, действительно, развязать эти узлы, и вот в этом чистом сердце, занять свое место, предназначенное Богом для тебя, потому что, кроме тебя, твоей роли, лучше тебя, никто не сыграет, не сыграет, у тебя есть роль, написанная только для тебя лично, под твое имя, под твое имя, под 2014 год, город Одесса, или город Черновцы, для тебя написана роль, если ты ее не сыграешь, ее не сыграет никто, как один рэбб сказал, на этом я заканчиваю, есть два зла, когда ты не находишься на своем месте, во-первых, ты не делаешь то, что ты мог бы сделать на своем месте, а во-вторых, ты мешаешь кому-то другому сделать то, что он должен, тебя нет там, где ты должен быть, и ты мешаешь другому быть там, где он должен быть, что-то в этом роде, вот, так что, финал таков, вторая, третья, пятнадцатая скрипка, вообще вот эти номера, они человеками пронумерованы, в глазах Божьих, ты на своем месте всегда номер один и незаменимый, на твоем личном месте, вот, давайте помолимся, да, помолись о нас, да, помолись о нас, давайте встанем тогда, Божий Царь Небесный, все, что было, оно уже сплыло, главное начать сначала, и мы благодарим Тебя за, для многих, вот эту точку невозвратно, когда мы оставляем заднее, простираемся вперед, я прошу Господи, у Тебя того, чтобы для людей, у которых есть вот, ну просто вот какая-то боль, вот эта носимая годами, я прошу, чтобы Ты Духом Святым принес свой свет в эти вот области души и просто вырвал этот недуг, вытащил наружу, на каждое, даже самое крохотное желание, даже шаг размером в миллиметр, если человек делает навстречу к своей свободе, Господи, помоги ему вырваться, я прошу Господи, чтобы мы действительно заняли каждое свое место, чтобы ни одно место, которое Тобой предписано здесь, для каждого человека, не было пустым, Господи, не дай нам прожигать свои дни таким образом, чтобы то, где мы можем принести действительно плод, то место, которое ждет нас, чтобы оно было пустым, во имя Ишуа, я призываю Твое исцеление и Твою свободу в эту сферу, и мы говорим, Господи, мы на своем месте и единственные, главное чужие не занимать, слава Тебе, Отец, во имя Ишуа, амин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok